Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongame. И сегодня мы с вами зайдем на один проект, который открылся совсем недавно, и называется он Monopoly RP. Расположенный, естественно, на базе игры Arma 3. Но это будет не полноценный обзор, по той простой причине, что проект просто еще не готов к полноценному обзору. Проект открылся, но он еще не доделан. О чем, в общем-то, заявляют авторы этого проекта, что они открылись слишком рано и не готовы к полноценному режиму игры. В какое-то время еще будет идти допиливание, дошлифовывание, настройка, потому как, например, та же экономика здесь, ну, она не может быть обозреваемой, потому что она не настроена. Просто вот ее нету, можно так сказать. Очень много недоделок. В общем-то, вот поэтому-то мы и, наверное, пройдемся. Будет такой некий видеоотчет о недостатках, о проблемах, может быть, о каких-то багах этого проекта. Так как сейчас игроки, которые пришли сюда, как раз вот этим и занимаются. Отписываются, что не так, что не этак, и общаются с администрацией. Я постоял, послушал одну из таких бесед администрации с игроками. Ну, и надо сказать, что администрация, в общем-то, в курсе. Это их проект, они знают, что у них есть какие-то проблемы, есть недонастроенные какие-то еще моменты. В общем-то, да, они во всем этом в курсе. Ну, я бы вот хотел, например, от своего лица показать и рассказать то, что, например, я увидел, и что бы я хотел увидеть в дальнейшем на этом проекте. Что мне не понравилось, а что, наоборот, понравилось. И начну с того, что проект очень хороший. Очень хороший, действительно стоящий. Несмотря на то, что он открылся на стандартном Altis. Ну, не стандартный, кстати говоря, Altis. Altis переделанный, Altis увеличенный. Тоже, кстати, вот если говорить о том, что пишут везде, что вот Altis слишком большая карта для РП. А проект открывается все больше и больше. Уже стандартного Altis мало, уже настраивается вокруг куча островов. Дополнительных островов. Вот что за противоречивость, непонятно. Люди пишут, что Altis слишком большой, а авторы открывают карты еще больше. Все говорят, Altis надоел, а проект открывается исключительно на Altis. Не знаю, что вот за противоречивость такая. Но, тем не менее, вот так вот выглядит данный проект. Ну, и пройдемся, в принципе, по его характеристикам, которые очень и очень хороши. Много интересных решений на этом проекте. Есть какие-то и, конечно же, спорные решения. Одно из таких решений, на мой взгляд, это слишком застроенная ковала. Слишком застроенная. Общаясь с игроками на этом проекте, я понял, что немногие могут себе позволить вообще ходить по этому городу. Действительно, очень много левосторонних, я их так называю, модмейкерских зданий. Есть тут причалы с кораблями, с огромными танкерами. Тут, в общем, вообще вся ковала и окрестности, все застроено сторонними зданиями, которые я, может быть, покажу. И я, на самом деле, вижу их первый раз. Вот здесь есть магазины, которые я вообще не видел ни на одном проекте. Вот, кстати, к этим магазинам у меня тоже есть претензия. Не могу сказать, что у меня тоже, как у остальных, там, ребят, которые мне жаловались по поводу FPS, нет. Я такой проблемы не заметил. Но вот, подходя к этим магазинам, да, что-то даже у меня начинало просаживаться. Не знаю, в них ли беда или нет, но вот что-то в ковале очень сильно нагружается. Также мне не особо нравится вот это стоящее посередине здание KFC. Оно как бельмо на глазу. И пока вот не забыл, вот вы можете заметить, что кадры у меня такие замыленные. Замыленные, потому что здесь был туман всю бурю. Вот прямо от начала до конца вся сессия от бури до бури был туман. Не знаю, это эксперимент какой-то у разработчиков по поводу настройки погоды. Но если вы решите остановиться вот на таком варианте, скажу вам, что это не самый лучший вариант. Четыре часа, вот что я бегал на этом проекте, в таком вот густом тумане, я вам скажу, что под конец, уже под самую бурю, после четырех часов, проведенных на этом проекте, мне хотелось вырвать глаза и бросить их в монитор. Настолько туман надоедает, он мешает, он не дает ездить, смотреть, видеть. Это кошмар. Лучше, когда туман какое-то время, а потом проходит. Да, когда идет смена погоды на сервере, есть некие фризы. Но мне кажется, даже можно потерпеть эти фризы, чем вот четыре часа подряд смотреть в мутный экран. Это очень тяжело. Не знаю, как к этому отнесутся разработчики, но я бы, например, на таком варианте не останавливался. Очень тяжело четыре часа смотреть на туман. Ну, а на данный момент, как вы можете заметить, мы просматриваем всевозможные магазины этого проекта. И то здание, про которое я говорил, вот вам показалось, темного кирпича сделанное как бы. Ну и вот магазины. С эстетической стороны вообще никаких претензий нет. Это очень красиво, все замечательно сделано, корзина многофункциональная, все выполнено в едином стиле. И вообще весь проект подведен под некий такой вот единый красивый стиль. Как и сказал, претензий никаких нет. Но вот что-то, кстати говоря, мне вот на этот момент начало напоминать проект Родос. Почему я его упомянул? Я как-то делал на него обзор. И вот не знаю, я не знаком с авторами этого проекта, абсолютно не знаком. Но вот, исходя из моего опыта путешествия по разным проектам, что-то мне подсказывает, я не знаю, вот какой-то узнаваемый почерк создания этого проекта очень мне напоминает Родос. Вот и магазины, и построение, и то, как здесь устроена система левелов, и дизайн карты, очень-очень похоже на руку того же человека, который прикладывал, видимо, свои умения и к проекту Родос. Родос, не знаю, я могу ошибаться, но я действительно не знаю разработчиков данного проекта. Но вот мне что-то напоминает, вот прямо как будто какое-то дежавю. Очень все похоже на последнюю, одну из последних версий Родоса, ну, по крайней мере, на которую я делал обзор. Очень-очень мне это напоминает. Ну, на Родос можете посмотреть обзор вот по этой ссылочке. Ну, и давайте переходить дальше. А то есть к карте, которой у меня есть некоторые претензии. Да, вы можете заметить, что изменено меню, но изменено оно только визуально. То есть тут убраны какие-то категории подписей, а в остальном это, в общем-то, стандартная карта. А хотелось бы, хотелось бы видеть некий интерактив, который, кстати говоря, на этом проекте очень нужен. Прямо очень нужен, но этого мы коснемся чуть позже. Ну, а остальное вы, в общем-то, видите. Альтис с добавленными островами, с удлиненной северо-восточной частью. Ну, в общем-то, вот такая вот карта. К ней нет претензий эстетически, но есть претензии к тому, что нет никакой интерактивности. Еще раз скажу, что в дальнейшем это очень нам понадобится. Есть добавленные места, есть какие-то интересные места. Депо, вокзал. Попробуем это все посмотреть. Не знаю, насколько у меня хватит времени все это ухватить, но действительно, на карте очень много интересных объектов, которые хочется все посмотреть и рассказать про них. Ну, не знаю, время не резиновое, что из этого получится. Ну, а карта вот такая, вы ее сейчас видите. Не очень хорошо читаемые иконки, ну и, конечно же, отсутствие интерактива. В общем-то, вот все, что я могу сказать про эту карту. Да, да, вот смотрю, что-то не понимаю. Ну, смотрите, у нас здесь нужно навыки набираться. Если откроете планшет, там будут навыки. Ну, там их, так сказать, обучение проходить, да, да, должен быть. Сейчас, пока у вас навык, по-моему, ноль должен быть. Лучше идти либо на персики, либо на ананасы. Вон, добывайте там потихоньку. Потом, когда вы добудете уже второй навык, можете, я сейчас вам покажу, съездить на биржу куда, сейчас мы сейчас видим растеньки, вот курьер. Здесь можно будет строиться на работу. Там ДХЛ и все в этом духе. Вот здесь можно, по-моему, на ДХЛ, на первых, мы займем на работу. У меня вот написано, курьер в ДХЛ, второй уровень, но она синяя. То есть я уже могу, что ли? Синяя? Да. А у вас какой уровень? Я понятия не имею. Откручите площадку. Меню навыков, верните. Плос на серфе написано. Так, навыки вот у нас где вообще? Так, это, а, вот, меню, ага. Это штанга, да? Да, да. И в серфе написано уровень, плос. Второй. А, ну все, сразу мочи уже на бокалу справиться. О, я такой красавчик, да? Да. Стравиться не стравится. Старались? Нет, 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 это, Сама. А, нас сейчас убьют, да? Это, Сама, а права? А, права нужно сначала отправку сотрудника в МЧС, а потом идти в политический участок. То есть у вас? Нет. Сейчас вам не нужно, может, сейчас. Да, водителем? Да, да, водителем хочу быть. Пойдем. Прям все зудит. А где зудит? Не скажу, то начнете туда все пихать. Что, прям в тюрьму, что ли? Да нет. А, это такие коридоры. Какое здание интересное. Как в музее ходишь. Сейчас, госпошлину отлавите просто. Все, принял. Благодарю вас. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Права получили. Теперь можно работать на Дехтель. В этом устраивании с Дехтель? Нет, нет, я только что права получил. Ну и вот, друзья, наверное, вы уже поняли, что на этом проекте все завязано на системе Левелов. Как это рассказал нам этот добрый доктор. Которого, кстати, очень хреново слышно. Пришлось сейчас с ним тут возиться, делать его громче, ментов глушить. Не знаю, что получится из этого диалога в конце концов. Но, тем не менее, здесь есть система Левелов. И эти Левела позволят вам постепенно переходить с одной работы на другую. А чтобы устроиться, как вот в этом случае, можно пойти на биржу труда. И опять. Опять отсылка к Родосу. Точно так же было сделано и там. Биржа труда и рабочие занятия. Также по степени Левелов. Я это все показывал. Вот по той ссылочке можете посмотреть. Вот опять у меня это дежавю. Как будто бы рука того же мастера. Ну, не знаю. Я вот говорил, что я не знаком с местной администрацией. Но мне все напоминает Родос. Вот прямо все. Ну, ладно. Переходим к рабочим занятиям. Со второго уровня вам открывается DHL. Ну, DHL я показывать не буду. Абсолютно стоковый, в общем-то, скрипт. Ничем не измененный. Единственное, что вот пока я на нем ехал, я на всех проектах бомблю, да, когда ставится блокпост на перекрестке. Вот на этом перекрестке. Я не записал, но менты меня предупредили, что если что-то нужно будет, приезжайте вот туда. Вот, ну, где я получал права. Мы все, мол, находимся здесь. Есть еще один блокпост, но там никогда никого нету. Я просто забыл это записать. Поэтому не показал. Да, здесь действительно никого нету. Но здесь, блин, не только шлагбаумы. Здесь еще и вот такие вот поднимающиеся хреновины из земли, которые срабатывают на таймер. То есть мне надо выбежать, открыть шлагбаум, подъехать, выбежать, опустить эти штуковины, успеть сесть в машину, проехать, опять остановиться, опустить эти штуковины, проехать, остановиться, поднять шлагбаумы. Да, блин, ну, кто это придумал? Вот, ну, зачем это нужно? Кому это нужно? Я постоянно бомблю, но это... И, кстати, я стоял, специально стоял на пригорке и смотрел, все объезжают. Вот все объезжают. Ну, никому это нахер не нужно. Но все равно разработчики это ставят. Зачем? Ну и ладно, оставим это в покое, а то, как говорится, Остапа понесет. Переходим сразу же к следующей работе, которая меня заинтересовала. И опять, опять отсыл к Родосу. Работа водителем автобуса. Подобную работу я видел всего на двух проектах. Это Родос и был такой проект Амерта, который прожил не очень много. Ну, кстати, на Амерту можете посмотреть. Это просто чисто ностальгия. Очень старый-старый проект. Не знаю, лет пять уже назад он закрылся. Вот там была похожая работа. Вот по этой ссылочке я оставлю. Там, правда, у меня, по-моему, плохое качество. Но посмотреть, как это было там, можно. Переходим к этой работе. И работа прикольная. Но очень много недостатков. Я не знаю, сколько у меня сейчас займет времени их перечислять. Начнем с того, что, во-первых, красивый автобус. Красиво сделано, все замечательно. Претензий нет. Пока вы не начинаете на нем ездить. Вот как только вы начнете на нем двигаться, начинаются проблемы. Во-первых, здесь есть штрафы. Если вы съезжаете с дороги, вам тут же 250 баксов штрафа. Ну, не знаю, потом, я уже говорил, да, экономики здесь, можно сказать, нету. Может быть, потом разработчики что-то поправят. Но вряд ли уберут эту систему штрафов. Но автобус длиннющий. И вот есть места, где вы просто не повернете без штрафа. Но не повернуть. Если вы проехали нужный вам поворот, а за вас никто здесь маршрут прокладывать не будет, изведите, сядьте, остановитесь и начинайте себе, как ребенок, по карте пальчиком водить, как вы поедете. Никаких маршрутов здесь нет. Как расположены точки, тоже бредятина какая-то. Так вот, если вы проехали свой поворот, либо вы едете кругом, рисуете себе круг, но это не факт, что вы все равно сможете где-то грамотно повернуть и остаться без штрафа. Но если вы начнете разворачиваться, то вы точно попадете на штраф, потому что автобус длинный, и вы никак не поместитесь на дороге. Вы все равно будете разворачиваться с выездом за дорогу. А это штрафы. И штрафы немаленькие, но по нынешней экономике, которую еще не настроили. Подчеркну. Поэтому этого во внимание брать не надо. Но тем не менее, штрафы сыпятся постоянно. Следующее. Автобус очень низкий. Очень низкий. Он не подходит к этой карте. Карта переделанная. Местами, вот как вот этот вот, например, фрагмент, я вам сейчас покажу. Карта выглядит вот так. Угловатая, косая, кривая, она не доделана. Она не приспособлена вот под такой автобус. А ездить вам надо будет и по пересеченной местности, и по забытым глухим местам. Как я и сказал, метки остановки раскиданы вообще хрен пойми как. Абсолютно непонятно как. Простое решение. Можно было бы, в принципе, автобус направить по главной дороге, да, по так называемой федералке. Пускай ездит туда, там, до Пиргаса, до Софии, не знаю куда. Но его зачем-то послали по пересеченной местности. А это такой геморрой, я вам скажу. Есть места, где он просто садится. Вот, ну, вот меня толкал медик. Вот я откисал. И в конце концов я вообще взорвался. Мосты выполнены вот таким вот образом здесь. Вот как вы сейчас видите. И этот автобус очень низкий. А мосты в армии, вы все знаете, они убивают. Если модель не подходит к этому, вы взорветесь. Ну, и я взорвался, естественно. Это кошмар, это боль. И еще посмотрите на время. И это время я еще не доехал до конца. Полтора часа. Вообще, час сорок у меня занялось все вот это вот катание. Это какой-то кошмар. Это действительно какой-то кошмар. Это надо все полностью перелопачивать. Эта работа не годится. Она никакая вообще. Меня человек пять отговаривал, не ходи там, мол, геморрой, идиотизм. Ну, я же обзорщик. Мне надо попробовать все своими глазами потрогать, пощупать, об этом сказать. И действительно, зря я не послушал. Это геморрой. Это геморрой еще тот. Нет, это надо переделать. Начиная с автобуса, либо его посылать по проверенным местам, прямо обкатать все места, где этот автобус проходит, по федералке. Либо менять это на какой-то высокий автобус, который может ездить по пересеченной местности. Например, какой-нибудь пазик. Ну, я не знаю, есть модель пазика или нет. Но вот его бы можно было добавить. Этот автобус вообще никак не годится сюда. Ну, и последнее, что хотелось бы сказать про эту работу, причем очень хорошую работу. Просто, ну, вот с таким вот видимыми косяками. Но, тем не менее, как элемент пошаговой прокачки своего персонажа, это рабочее занятие прикольное и уникальное. Ну, где вы еще такое увидите, да? А вот если эти точки, которые я вот ругаюсь и говорю, что разбросанных хрен знает как, если их привязать к ключевым точкам на этой карте, так, например, здесь есть база дальнобойщиков, а остановки там нету. Есть аэропорт, а остановки там нету. Ну, то есть, если привязать эти остановки к ключевым точкам, то этот автобус еще и не как рабочее занятие, а еще и будет как общественный транспорт действительно полезный. Но точки разбросаны, действительно, я не могу понять, каким образом. Но повторюсь еще раз, что занятие уникальное, интересное. И я вот уверен, что разработчики все-таки допилят, дешлифуют это рабочее занятие до такого состояния, когда будет очень приятно и интересно этим заниматься. Ну, это мы увидим уже, когда будет релиз этого проекта. Ну, а сейчас переходим к следующему рабочему занятию на этом проекте. Как вы видите, у меня уже открылось 4. И следующий опять, опять отсыл к Родосу, работа электрика, которая там была. Но мы выберем не работу электрика, а работу некого геодезиста, наверное. Наша задача будет ездить и брать пробы грунта. Выглядит это вот таким вот образом. Работа, сразу скажу, прикольная, интересная, по времени выверенная. В отличие от работы на автобусе, где полтора часа мне даже больше пришлось гонять. Здесь все занимает 30-40 минут, весь цикл работ. Выглядит вот таким вот образом, все антуражно, красиво. Единственное, что, ну, вот еще хотелось бы увидеть нормальное здание. Почему-то офис геодезистов, ну, или вот этих заборчиков грунта находится в старом разбитом сарае. Ну, вот странно, всю ковалу обстроили какими-то новыми уникальными зданиями. А вот здесь не нашлось ничего, что можно было бы поставить, что ли. Ну, хрен его знает. В общем, вот так вот это выглядит. И что еще можно сказать, что не хватает анимации. Вот сейчас вы можете заметить, как это происходит. Мы приезжаем на точку и просто стоим. Как бы вот сама работа и название, и то, что происходит, как бы уже намекает, что дайте какой-нибудь инструмент по забору грунтата. Даже ту же лопату хотя бы дайте ему с анимацией, что он копает. Хотя бы. Хотя можно придумать и какой-нибудь гриндер, как это было, например, на MyLife. Ну, что-нибудь. Вот больно уж скучно, когда ты подъезжаешь и просто вот стоишь. Ничего не происходит. А так, в принципе, работа прикольная. Сделана она наподобие того же DHL. Мы отъезжаем, и появляется строка «взять работу». Берем работу, появляются метки на карте. Еще раз скажу, что метки на карте, в отличие от работы автобусника, проверены, видимо. Ну, нет такого охрененного разброса. Вся работа, повторюсь, занимает 30-40 минут. Ну, рандомен там немножко. Поэтому так, за полчаса понравилось, берете следующий цикл, не понравилось, все, полчаса вы отмучились, ставите машину обратно. И вот это вот «ставите машину обратно» я не зря сказал. Здесь обязательно на каждой работе, где вам выдается транспорт, обязательно надо его пригнать. Потому что пока вы ездите, с вас списывается аренда. И когда вы возвращаете транспорт, вам это все дело компенсирует. Ну, а если вы его бросите, то аренда будет продолжать на вас капать. И, естественно, никто вам ничего не возместит. Поэтому транспорт на любой работе нужно возвращать на место. И получать за это компенсацию. Ну, а в целом, работа мне понравилась. Она достаточно простая, не напряжная, не по времени, не по каким-то взаимодействиям, усилиям. Единственное, что вот, как я вначале сказал, хотелось бы увидеть какое-то все-таки человеческое здание вместо офиса, неразбитый сарай. И вот такой вот небольшой нюансик. Когда я вернулся, моя машина, как вы видите, пропала. Да, здесь на проекте есть каршеринг. И каршеринг сделан удивительным образом. Лучше я еще не видел, если честно. Лучше, наверное, из всех вариантов каршеринга. Очень похож на реальный. Мы заходим в планшет, и у нас обозначена зона, где можно найти машину. Но вот только эта зона не захватывает вот эту вот ключевую точку. Она находится где-то рядом. И на самом деле, эта зона вообще абсолютно бесполезная. Но там нет ничего. Там вы можете только мимо проехать, или, может быть, разбиться вот там, вот в этом месте. И тогда вы найдете там машину какую-то для того, чтобы ее взять в аренду. Но вот на этом месте, где я нахожусь, ключевая точка, казалось бы, но зона аренды не охватывает ее почему-то. И даже, чтобы мне взять ближайшую машину, как вы сейчас можете заметить, мне надо пробежать почти километр. Не знаю, может быть, просто еще, опять же-таки, не продумано. Ну, забыли подтянуть или что-то. Но вот не мешало бы зацепить именно ключевые точки. Я еще был и на работе дальнобойщика, и там такая же тема. Ставишь машину, и надо до ближайшей точки бежать километр. Километр пешкодралом. Ну, такое себе занятие. Я бы на месте разработчика все-таки вот в эту зону охвата каршеринга включал ключевые точки. Но чего здесь пока еще не происходит. Я очень надеюсь, что это просто вот одна из недоработок, связанная с тем, что проект открылся очень рано. Очень надеюсь, что все-таки разработчики подтянут эти точки, вот эти зоны каршеринга, все-таки к ключевым местам. Ну, а пока это выглядит вот так. Надо долго-долго бежать. А в целом здесь еще очень много рабочих занятий, и можно чем позаниматься. Я уже даже не затрагиваю тему фарма, которая здесь тоже присутствует, автомобили, все. Здесь есть проект, как я сказал, очень и очень хороший. Это качественный игровой продукт. Я в самом начале сказал, что это не обзор. Это просто такой вот некий видеоотчет о том, что я увидел, и что бы я, например, хотел видеть. И что я, это именно мои мысли, хотел бы увидеть в том или ином рабочем занятии. Так что это не обзор, и не надо думать, что проект вот из-за этих вот косяков, которые я показал, отвратительный. Нет, он очень-очень хороший игровой продукт, просто еще слишком рано открылся. Я вообще в целом не одобряю, когда проекты открываются слишком рано, потому что, ну, здесь заходишь, и, в общем-то, поиграть-то тяжело, потому что экономики нету, куча багов. Не знаю, зачем это делают люди, зачем открывают так рано проекты. Всегда одна и та же отговорка нас просила комьюнити. Хотя я, например, не видел никакого голосования, и даже не участвовал в нем, и не знаю, кто просил. Ну, это выбор ваш, как говорится, если вы просите, то вот получайте такой вот полуфабрикат. Но полуфабрикат качественный, и я очень надеюсь, что разработчики доведут его до идеального состояния. Для этого у них, в общем-то, все есть. Ну, а в целом, в целом, я не знаю, другого обзора на этот проект я делать не собираюсь. Мое личное мнение, это точно мое, точно, не надо на это обращать внимание, мне проект не понравился только по причине того, что здесь происходит. Мне не понравилась атмосфера. Да, это можно сказать ОБТ, но это не говорит о том, что можно творить всякую дичь. В самом начале, вы, наверное, слышали, когда еще с медиком разговаривали, в кавале стоит стрельба. Я еще медика спросил, на что сейчас убьют. Нет, 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 я сама... А нас сейчас убьют, да? Когда я подходил к DHL, тоже стояла стрельба. А ведь это все зеленая зона. Здесь стреляют из тайзеров, из автоматов прямо в середине, в кавале. Менты ездят и сбивают гражданских. Вот, пожалуйста. У тебя менты, что ли, два раза сбили? На улице. Да. На улице. Пидорасы. Он что, специально, что ли, это делает-то, блядь? Третий раз сбил, блядь. Заебали. Такого количества табличек о релогах и стрелушниках я не видел за всю свою карьеру в армии. Здесь они просто релогуются каждые 5-10 минут. Только и выскакивает релоговался этот, релоговался этот. На трассе точно так же вас могут расстрелять, не пойми откуда, не пойми кто. Ну, творится какая-то дичь, которая, ну, вот лично у меня вызвала какое-то отвращение. Это мое личное, я не говорю, я уже сказал, что проект отличный. Мне не понравилась атмосфера происходящего. То, что это ОБТ и то, что проект еще не доделанный, не обозначает, что надо творить вот эту дичь, которая вот здесь происходит. Мне это очень не понравилось, поэтому, ну, я больше сюда не зайду. А вам я на самом деле рекомендую. Проект хороший, проект качественный. Надо дождаться, когда его допилят. Ну и, как говорится, welcome. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. А еще вчера начальник полиции сбил девушку, оказывается, это была его или девушка, или сотрудница, не знаю. Забрал и молча уехал. И рядом полицейский стоял. Он подошел к нему, я спросил, говорю, почему вы отпустили его? Он говорит, какая тебе разница, это начальник полиции. И уехал. Ребят, объясняю. Бестудел. Вот будет у вас губернатор, там назначите вы губернатора. А сейчас на данный момент там будет суд. Можете туда будете подавать. Сейчас вы можете, ну, не хотите с полиции, начальника МЧС поймайте и подайте ему жалоб. Это так получается бета-тест у нас сейчас еще. Ну, по большому счету, да. Это нормально. Вот. По большому счету, да. Я как бы ребятам, если вы прослушали, я говорил, что мы открылись. По просьбе игроков на 4 месяца раньше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok